Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конечно! И это контрольно переписывать не надо! Я проверил ваши работы Симка, все отлично, как всегда Да! А у тебя что? Ничего! И это ничего надо исправить Помоги, пожалуйста, Файеру подготовиться Только не это! Через час встречаемся у меня Не опаздывай! Вечно это! Симка, все отлично, как всегда! Записка интересненько! Шпаргалка! Ага! Так вот откуда все пятерки! Профессор оценит! Хотя, не самому пригодится По легенде, шпаргалками пользовались Аж в восьмом веке нашей эры Карл Великий, хоть и был королем Но не мог запомнить, как писать свое имя Поэтому он всегда носил с собой листок Со своей подписью И копировал ее То есть списывал В театре были люди, шпаргалки Суфлеры Они подсказывали актерам, если те забывали слова Сейчас ведущие новостей, прогноза погоды Блогеры пользуются телесуфлером Перед объективом камеры ставят стекло Которое отражает бегущий на планшете текст В кадре этого не видно И зрители думают, что ведущий не читает А рассказывает новости наизусть Профессор, я готов! Уже все выучил? Там и учить-то нечего Ну что ж, садись Нога чешется Ой, и спина затекла Так-так, решил списать Я? Это не моя шпаргалка Это симки Неужели? Но списываешь-то ты Иди готовься Ну, наконец-то! Я уже думала, ты забыл Забирай свою шпору Я так тоже могу пятерки получать И много уже получил? Ну, ладно тебе Шпаргалки помогают только тем, кто пишет их сам Не смеши Пиши Да тут места нет А ты мелко пиши И аккуратно Готова! А как ее вытащить, чтобы профессор не застукал? Никак! Я на контрольных не списываю Что? Я зря столько пыхтел? Не зря Она поможет Только по-другому Думаете, шпаргалки нужны только двоечникам? А вот и нет Их полезно делать всем Сложное слово, формула или дату Гораздо проще запомнить Если прописать их несколько раз Главное не строчить бумажки всю ночь А как следует выспаться И на контрольной шпаргалка точно не понадобится Только помните На бумажку надейся, а уроки учи Без этого никакая подсказка не сработает Стивка, я все сдал И даже ни разу не подглядел Прям ни разу? Шпаргалка правда волшебная Ты так и не понял, что сам все выучил? Как? Пока ее готовил А, ну держись Теперь я стану первым в классе Ага Садись, будем заниматься Зачем? У меня же есть С одними шпаргалками Отличником не станешь Точно выучил Точно-точно готов Нет, не так А, уже все выучил Ластик Ну, Олег, ты уроки выучил? Ага И что не пропускает электричество? Э-э-э, электрик? Ха-ха-ха-ха Может, меня не спросят? Может, нам за тебя кулачки держать? Эх, был бы у меня талисман Который защищает от двоек Уроки надо учить, а не верить в чудеса Зимка, погоди, у меня как раз и есть такой талисман Это ж ластик Непростой, я с ним пятерку получил Дима Ильич, дай мне его на денечек Ну, не знаю Ладно, только аккуратно Эх, тяжелый Наверное, в нем удачи много Некоторые люди считают, что талисманы приносят удачу И защищают от проблем Это могут быть самые обычные вещи Кукла, подвеска или даже простая ручка А кто-то верит в магические свойства камней, перышек или звериных клыков В древности даже горстку песка называли талисманом Перед отправкой в путь путешественники засыпали его в карман Чтобы обязательно вернуться домой Да, рассказы о волшебной силе предметов звучат красиво Правда, пока ученые не нашли подтверждения ни одному из них Поэтому не стоит забывать В решении проблем помогают не талисманы А только твоя голова Нолик, опаздываешь? А ластик зачем принес? Итак, к доске пойдет... А мне поможет... Симка Скажи-ка, что это? Это электрическая цепь Верно А кто ответит? Работает Почему горит лампочка? Хочешь тоже? Игрек, почему горит лампочка? Топ бежит по проводам И раскаляет спираль лампочки Совпадение А мне можно? Давай, на всех хватит Повторяй домашку Лолик, да что с тобой сегодня? Третий раз спрашиваю Что не пропускает электричество? Сейчас, сейчас Ждет, когда ему талисман подскажет А, вот оно что И как? Никак Всем помог, а мне? Хе-хе Он тебе как раз подсказывает Из чего он сделал? Из ластика А ластика с чего? А ластика с чего? Давай Резина? Стирательную резинку или ластик Делают из резины А резину из каучука С малой деревьев, растущих в жарких странах Сейчас, правда, чаще на фабриках делают искусственную резину Ее перемешивают с красителями с серой Которая помогает каучуку затвердеть А потом нагревают Остывшую пластинку режут на кусочки И получаются ластики Кстати, первые ластики Вообще были не резиновые, а из хлеба Резина не пропускает электричество? Ну, конечно Докажешь? Работает! То есть не работает! Молодец, Нолик Ну как, помог талисман? Помог! Да ладно Я же пошутил Это простой ластик Не простой Я с ним пятерку получил Но лучше я сам буду уроки учить Точно? А то, может, у Дим Димыча еще какой-нибудь талисман завалялся Машина времени Ух ты! А что за аппарат такой? Может, будильник? Это машина времени! Таких машин не бывает Вот! А жаль! Это выучила И это я молодец! Куда это я влетела? Куда-куда? В машину времени! Разве такие бывают? Конечно! Селу вперед в будущее! Ну, или в прошлое! Прелесть! Многие хотели бы отправиться на машине времени с прошлого Например, чтобы исправить двойку Или на минутку заглянуть в будущее Там столько всего интересного Но это невозможно И хорошо! Вы только представьте, как все смешалось бы Один тащит из прошлого динозавра Другой инопланетян из будущего Никто ничего не изобретает Техника стоит без дела А фиксики без работы Жуть! Так ничего и не скажешь? Я учила! Вспомнить не могу! Плохо! А завтра будет сложный тест Готовьтесь! Тест я точно не сдам! Сдашь-сдашь! Ты же все учила! И что? Тебе просто надо перестать волноваться! Не могу! Бедняжка! Как же ей помочь? Я знаю как! Шпуля же утром поверила Что там машина времени! Это же антинаучный обман Все просто! Мы отправим тебя в завтрашний день Напишешь спокойно тест И назад! Все будет хорошо! Это как репетиция! Главное, не волнуйся! А как я вернусь? Ээээ... Дернешь за этот проводок и вернешься! Ну, вперед! Я в завтра! Привет! Готово? Ага! Деду заболел, поэтому тест проведу я! Ой, боюсь! Это просто репетиция! Итак, лучше всех тест написала Шпуля! Ой, молодец! И совсем не страшно! Молодец! Кстати, а что с профессором? Эээ... Дедушу... На голову! На голову! Кайка упала! Ты же ее вчера и уронила! Я? Ну да! Такое будущее мне не нравится! Ну, как там? Потом! А кто хочет мне фиксики? Большой-большой секрет! Не снимайте до завтра! Стой-ка! Вернись! Нет! Я могу вас покажетчик! Меня? За что? Как хорошо слетать в будущее и узнать, кем ты знаешь! Правда, это возможно только в мечтах! Но если правильно мечтать и не бояться трудностей, будущее станет именно таким, как ты его себе представляешь! Хочешь стать чемпионом? Начинай тренироваться прямо сейчас! Мечтаешь быть лучшим в мире программистом? Для начала исправь тройку по математике! Мечтаешь переплыть все моря и океаны? Читай больше книг! Ведь капитану надо столько всего знать! Создавай свое будущее прямо сейчас! А мы, фиксики, тебе в этом поможем! Ведь то, что без нас сломалось бы через полгода, работает еще много лет! Привет! Привет! Готова? Ага! Пока все точь-в-точь! Шпуля, забери это! Помогло! И раздай задание! Ну-с, начнем! А задания другие! Лучше всех тест написала Шпуля! Что это я? Я же знаю! Все будет хорошо! Ты-ды-ды-с! Ну что же! Все с тестом справились! Только никто не смог определить, что это за аппарат! А разве это не машина времени? Нет! Это автомат для полива цветов! Смотри! Здорово, да! Удивительно! Так вы что, меня обманули? Зато ты сдала тест! Ну, ладно! Я вас прощаю! Помогатор! Эй, Симка, дашь мне помогатор? Я тоже хочу потренироваться перед экзаменом! Бери! Нормально получается! Ничего не получается! Я пылесос хотел достать! Ну, почти получилось! По крайней мере, шланг есть! Ничего смешного! Чтобы достать из помогатора нужный инструмент Фиксик должен не просто нажать кнопку на груди Но и четко представить себе, что ему нужно У взрослых фиксиков это получается автоматически А вот детям нужно упорно тренироваться, чтобы этому научиться Когда фиксик осваивает набор инструментов Он встает экзамен И ему в помогатор добавляют новые инструменты И чего только в помогаторе нет Отвертки, молотки, лестницы, пылесосы, паяльники Правда, многие инструменты фиксиков не похожи на человеческие Это потому, что фиксикам приходится чинить приборы Которые намного больше их самих Эх, знать бы По какому инструменту будет этот экзамен? Придумал! Никуда не уходите! Дедус! Что? А сегодня экзамен по какому инструменту будет? Это секрет! Жалко! Но ты ведь умеешь хранить секреты? А как же? Ладно, скажу Тема экзамена пассатижи Только никому ни слова Конечно! Эх, не ждал Сташ, тема экзамена пассатижи Откуда ты знаешь? Это секрет Ладно, Игорь, попробуй достать пассатижи Пассатижи Смешной инструмент Что угодно Что угодно Ухватит момент Только пальцы береги Только пальцы береги Пальцы людям дороги Пассатижи Молоток Я помню Тема уже другая Молоток Ты уверен? Уверен Уверен Ладно, попробуем Молоток А точно молоток Нет Я подумал Молоток Слишком просто Пусть будет дрель Дрель? Но только Это секрет Уверен Уверен Молота Уверен Игорь Игрик, заходи Профессор, а какая тема экзамена? А ты его уже сдал Как? Вы даже ничего не спросите меня? Зачем? Ты отлично освоил помогатор Как вы узнали? Это секрет А фиксики умеют хранить секреты Огнетушитель Итак, что в доме опаснее всего? Собака? Это для фиксиков А что самое страшное и для людей тоже? Пожар! Где? Это я на ваш вопрос ответил Шутка дурацкая, но ответ правильный Нет ничего страшнее пожара в доме А мы не химики, не физики Но, к сожалению, в этом нет Мысль интересная Надо проверить В ваших помогаторах есть огнетушители А как их включать? Я покажу в конце урока Нолик, крикни пожар Зачем? Хочу посмотреть, как дедус огнетушитель включит Не, фаер, не буду Эх, пожар! Ты опять? Я пошутил Глупо пошутил Поэтому вон из класса И вообще За это бы надо твоих родителей В школу вызвать С пожаром не шутят С огнем шутки пахи Нельзя играть со спичками Или зажигалками Об этом, надеюсь, знают все Но в доме есть еще немало Пожароопасных вещей Например, печки и кабины Или электрические приборы Плитки, обогреватели, утюги Если обращаться с ними небрежно Они могут стать причиной пожара Особенно осторожным нужно быть С бенгальскими огнями И свечками В Новый год Огонь от них может перекинуться на то Что легко воспламеняется На бумагу, дерево или ткань Ну а если вдруг начался пожар То надо сразу же что? Правильно! Вызывать пожарных По телефону 01 или 112 О, а это что? Шутка? Ой, нет, горит! И правда горит! Пожар! Ну что же делать? Ах да! Нужен огнетушитель! А где же он? Вот так полагатор превращается в огнетушитель Всем понятно? Понятно! Пожар! Там пожар! Фаер! Фаер! Это уже не смешно! Честное слово! Вон там, смотрите! Вот шутник! Он еще и дыму напустил! Это не я! Там правда пожар! Ага! Так мы тебе и поверили! Я не вру! Честно-причестно! А по-моему, он не шутит! Тут настоящий пожар! Швуля! Симка! Ага! Выключите паяльник! Ага! Есть! Осторожней! Держитесь подальше от огня! А мне что делать? Огнетушитель доставай! Эх! Раньше пожары тушили просто водой или песком А в наше время часто используют огнетушители Такие баллоны с трубкой Их обычно красят в красный цвет, чтобы были заметнее В огнетушитель заряжается специальный порошок или пена Если что-то горит, нужно направить на огонь трубку огнетушителя И нажать на рычаг Порошок или пена вырвется наружу и потушит пожар Наши огнетушители слишком маленькие Нужно звать на помощь Чудакова! Я уже позвал! Как? Где пожар? Ого! Ура! Отклющили! Ну, спасибо вам, друзья-человек Вы спасли мою лабораторию! Не за что, коллега! Если бы не вы, неизвестно, как бы все закончилось А вот мне интересно, как это началось? Фаер! При чем тут я? При том, кто кричал пожар, пожар, может, ты его и устроил? Если так, то без родителей в школу не приходи Коллега, 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 это я виноват Я оставил включенный паяльник, извините Вот у кого родителей надо в школу вызывать? Трубы Тема нашего урока Трубы Посмотрите, сколько их в лаборатории профессора Чудакова Вот И вот И вот здесь И там Кто знает, где применяются трубы? Игрек Водопроводит! По ним вода течет! Нолик В школе перед ответом поднимают руку Игрек Трубы А еще в канализации Я спрашивал Игрека По трубам газ подают Ты мешаешь! И у печек дым выходит из трубы Нолик, это хулиганство! Марш из класса! Итак Шланг в душе тоже труба! Я кому сказал? И у пылесоса труба И еще подзорная труба, чтобы в дак смотреть! А давайте потихоньку сбежим! Правильно! А он пусть тебе кричит Шшшшшшшшш! А еще на трубах тудят! Молик мой младший брат Знаний у него пока маловато Но это не мешает ему лезть куда попало И оттого он нередко попадает в беду А мне и родителям приходится его спасать Нет, Нолик не вредный Он веселый, любознательный Просто немного упрямый К тому же он нарушил главное правило фиксиков Избегать людей Ведь это Нолик первый начал дружить с Дим Димычем Правда я тоже Но Нолик первый Хотя... Первым-то был дедус Это же он еще много лет назад Подружился с профессором Чудаковым В лаборатории которого мы сейчас учимся Получается, что Нолик везет в деду за Своего дедушку Ну-с, продолжим Трубы... Ой, а тут сколько трубок И стеклянные, и лесиновые О, а стержень в ручке Это ведь тоже труба? Замок Примеры кончились По трубам катаются в аквапарке Из полу ружья тоже труба И у пушки Ой, а тут в трубе трещина И что-то капает И шипит Шипит? Где? Как я покажу, если меня выгнали? Что тут у тебя? Вот, труба протекает Кислота капает Это опасно? Еще бы Сейчас, как рванет Где профессор Чудаков? Он ушел обедать А у него тут авария Спокойно Фаерверта Перекройте вон то с грани Синга Тащи в помогатор Будем чинить трубу Главное, чтобы труба не протекала И сделать такую трубу непросто Металлические трубы сворачивают из листа металла И заваривают шов Но шов может разойтись Поэтому люди научились делать трубы без шва Их вытягивают из горячего металла На специальных прокатных станах А пластиковые трубы просто выдавливают Как макарон Горячий пластик взрывает И получается труба Вовремя успели Нолик, ты молодец Эй, ты где? Ушел О, наконец-то Я тут Нолик, благодарю за бдительность И разрешаю вернуться в класс Спири Но с условием Говори только, когда тебя спросят Итак, трубы Игорь, продолжай На Да Нолик уже все сказал Нолик Не все Соломика для коктейля Труба И макароны Это трубы из теста А еще эти Как их Клубы дырки в горах Какие дырки? Вулканы? Нет Не такие дырки А такие Тоннели Точно Тоннели Подушка безопасности Опасы Успеем Супер-гонщик Я супер-гонщик А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Игры, объясни Всякий, кто едет в машине, должен пристогиваться ремнем При резком торможении ремень удерживает человека Однако бывают случаи, когда даже ремни не помогают Например, когда машина во что-то врезается на полном ходу Тогда водителя или пассажира может спасти подушка безопасности В сложенном виде такую подушку не видно, она спрятана Но в случае столкновения подушка очень быстро надувается И человек упирается в нее, вместо того, чтобы вылететь в окно Начинаем! Как всегда, самые опасные испытания профессор Чудаков проводит на себе А если подушка не надуется? Надуется Три, два, один Заметили, как быстро раскрывается подушка? Да, а почему? Там есть вещество, которое в момент удара сгорает и превращается в газ Он и наполняет подушку Я правильно объяснил, коллега? Ага, 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 где же этот врачок-то? Ему надо помочь! Стойте! Лучше вызовем подмогу Профессор, а как вы в таком положении кнопку нажали? Так я в полете дотянулся Невероятный человек Когда ребенок едет в машине, он должен быть пристегнут ремнем и сидеть в специальном детском кресле Но еще более осторожным нужно быть, когда катаешься на велосипеде, скейте, роликах или самокате Во-первых, держись подальше от дорог, по которым ездят машины Во-вторых, надевай защиту На руки, ноги, перчатки, наколенники На голову шлем Тогда даже если упадешь, останешься цел В-третьих, старайся быть заметным Вечером на твоем велосипеде и на одежде обязательно должны быть светоотражатели Они сверкают в свете фар и предупреждают водителей машин Будь осторожен на дороге! Ну что, попробуем еще раз Может, Лизоньку сразу вызвать? Успеется Поехали! Дедус, вызывай подмогу Не надо! Я сделал так, что теперь подушка не только надувается, но и сдувается сама Гениально! Как говорится... Третьих! На сегодня все Ура! По домам! Где мой фикси-борд? Держи фаер свой фикси-борд Я в него подушку безопасности поставил Мне? Зачем? Я же супергонщик! Ехаю! Потому и поставил Супергонщику подушка не нужна Никогда и не вошла! Ух ты! Классная подушка! Оригинальная конструкция! Это я сам изобрел! А файер испытал! Профессор, а нам вы такие подушки поставите? Поставлю всем завтра! А пока что... Соблюдаем безопасность! 3Д принтер Уху! Фик! Я быстрее! Кто уверен, Фрик? Эй! Как ты меня догнал? Фрик, мы же близнецы! Теперь будем учиться Как все фиксики! Это элит-профессор Чудаков Ага, а что они там делают? Ваша копия, коллега Хе-хе, одно лицо Вот удивите свой класс Хе-хе, их новенькие удивят Мы с Симкой Ноликом никому еще про них не сказали Сюрприз, значит? Только, тссс, это большой секрет Слыхал, кто мы? Хе, сюрприз так сюрприз Быть близнецами непросто Нас все время путают Вот я, Фрик Я гид Скажите, мы одинаковые? Хе, это не так Вот Фрик умеет писать левой рукой и боится щекотки А гид, когда смеется, хватает за живот Он обожает копаться в компьютерах Найти ошибку в программе Обмануть вирус Эх, все к нему Фрик – мастер на выдумки и розыгрыше А вместе мы команда И все время придумываем что-нибудь новенькое Кстати, о новеньком Раньше мы никогда не ходили в школу Ага Нас учила дома наша Пася Но когда познакомились с Симкой и Ноликом Решили попробовать Хе, мы интересны же Правда, мы тут ненадолго Привет, где все? Верта скоро будет Симка с Ноликом завтра вернутся Всем здрасте Ой Привет, я Фаер А ты новенький? Какой растрепанный Меня зовут Фрик А тут ничего так Вообще-то это лучшая школа фиксиков Мы тебе все покажем Я с пуля О, а что? Ты никогда не видел манипулятор? Теперь видел Как ты там оказался? Где? Наверху Я? Ха, смеетесь? Ну, это был ты А, это вы про мою копию говорите Что за копия? Да вон, видите Бегает рядом с банками Это не банки Ой, да без разницы О, вон, еще одна И еще Ничего себе Ну, как ты это делаешь? Вот на этой штуке На 3D принтере Это невозможно На 3D принтере Можно создать любой объемный предмет Достаточно нарисовать его схему на компьютере И загрузить в принтер нужные материалы А дальше машина уже сама разберется И будет слой за слоем печатать то, что было задумано На таком устройстве можно сделать игрушки Детали для двигателя Или даже протезы Но живого человека или фиксика На 3D принтере сделать нельзя А ты умник? Я Игрек Но кое-чего не знаешь Сейчас покажу Та-дам! Ого! Как настоящий! Похож прелесть Вижу, вы уже познакомились с новенькими Профессор, новенький один А это копия из принтера Или наоборот Вот так сюрприз Копия, говорите? Работа хорошая Только голова неровная Ничего, сейчас переделаем Чего? Класс! За работу! Эй-эй-эй! Стойте! Да мы же пошутили! Это не копия! Это мой брат! Я Гик, а это Фрик Вы близнецы? Прелесть! А мы бы сейчас тебя туда! Поговорил, это невозможно Начнем, урок Все в сборе Еще не все! Вы издеваетесь! Вечный двигатель Мы первые! Никто к знаниям не тянется Привет, Фрик Привет, Гик Пока, Фрик Пока, Гик Ты куда? А урок? У Игрека Заслуженный выходной Ах! Что придумал? Дворники для очок? Очков? За это отпускают с уроков? Сами что-нибудь придумайте Мы уже кое над чем работаем Тошу изобретаете? Да Покруче твоих дворников Любопытно Завтра покажете? Да без проблем А пока Извольте Идти в класс Интересно Но я тебе Вчера выходной дал Чтобы отдыхать А не работать Кстати А где близнецы Со своим изобретением? Я тут Один А Гик скоро придет Ну а не будем ждать Наш вечный двигатель Представлю я Перпетум Моделе Чего? Показывай, показывай Готовы? Та-дам! Ну, я домой Да? Но вечных двигателей Не существует Представьте, как было бы здорово иметь вечный двигатель Один раз запустил такую машину И она бесконечно переносит грузы Пускает воду по трубам Подает тепло и свет Все это без остановки, зарядки или заправки Ученые веками пытались создать такой механизм Но пока ни одна попытка не увенчалась успехом Ведь сама идея вечного двигателя Противоречит законам физики Опять ты умничаешь Но работает же Надо разобраться Чего разбираться-то? И вообще Мы обещали Мы сделали Оставайся изучать А мы на урок Да он же без меня все сломает И ты оставайся Так, это я проверил Не устал? Мы уже часто торчим Мы его к розетке подключили Где провод? Тебе надо, ты ищи Ааа Где-то потайная подача воздуха И не колесо само крутится Понимаешь? Само! Бесполезно! Может, хватит, а? Устанавливается Ааа, показалось! Все, проверка окончена Это странно Но вы правда изобрели Вечный двигатель Ох, дошло наконец Давай, допык профессору А я домой Что так долго? Я чуть не умер Сам покрути Расслабься Выходной наш Оооо Гик, а ты долго Продержался Многие изобретатели Хотят создать Что-то гениальное И прославиться На весь мир Только не у всех Получается С давних пор Ходили легенды О философском камне Который превращает Любой металл В золото Алхимники Почем зря мешали Всякую всячину Лишь бы добыть его А в древнем Китае Император жаждал Получить эликсир бессмертия Ведь человек Выпивший его Обретет вечную жизнь Сколько шарлатанов Пришло к царю Чтобы объявить Я нашел Уникальный рецепт С надобья Но мы-то с вами знаем Что такого рецепта Не существует А настоящий ученый Живет Не ради славы А ради науки Вот как это работает Умно Все-таки придется вам дать выходной Мне уже больничный нужен А эликсир вечной молодости Вы тоже можете сделать Два выходных И он у вас в кармане А показалось Я в порядке Энергия Энергия Мы же всегда вместе Хе-хе-хе Ладно Оба так оба Что это за инструмент? Молоток Гвоздодер Зачем? И как мне вас оценивать? Вы же оба говорите Так быстрее А я не спешу Гик Надевай Это Шуропа Верт Опять? Вам один помогатор На двоих выдать? Ну вот что Каждому из вас Будет свое задание Перед вами Макет электростанции Здоровенная Только недоделанная Вот вы этим и займетесь Электростанции Это фабрики По производству энергии Для работы им Постоянно нужно топливо Например Газ Сгораем Он быстро крутит Лопатки турбины Которая запускает генератор Вот вам электричество А использованный газ Снова идет в дело Его отправляют в котел Где он греет воду Пар от воды Приводит в действие Другую турбину С генератором И вторая порция энергии Готова Ваше задание Доделать макет Эй, нет Гик собирает турбину А ты Генератор Кто первый справится Тому Помогатор Эй, эй, эй Стихи Готовы? Вот это начало Теперь надо закрепить Опасный момент Их ты Какой жаркий матч Экзамен Нос к носу идут И победу врывает Кто? Детали для электростанции Делают на заводе Над одной громадиной Работает столько людей Сколько живет В нескольких Многоэтажных домах И все Настоящие профессионалы А как же иначе? Ведь устройство Которое они собирают Очень сложное Вот, например, турбина Она похожа На огромный цилиндр Со множеством пропеллеров Рядом с ней Генератор Его части Собраны Как в гигантской матрешке Одна внутри другой Благодаря их Командной работе Получается Электричество Прямо как у людей Или фиксиков Когда каждый Вкладывает Частичку себя В общее дело Получается Отличный Результат Да Ничья О, решающее задание Кто первый Запустит электростанцию Тот и выиграл Ну же Кто из этой парочки Быстрее Умнее Сильнее Жми, Гик Ты заслужил Нет, ты Жми Ты Да что ты Давай ты Давай, Фрик Не тормози Нет, давай ты Давай нажимай Жмите оба Уху Отличная работа Ах, да Приз Вручается Короче Помогатор вам Один На двоих Ладно Мы и так Всегда Вместе Поделим Как-нибудь Я пошутию Опа Заслужили Ты Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова